Сотрудникам реабилитационного центра «Велес» Иннокентий сразу доказал, что он верблюд. Подвинул, видите, ему не нравится. Кораблю пустыни из Тюмени 10 лет. Он довольно упитанный и, как говорят ветеринары, совершенно здоров. То, что он попал в «Велес», можно назвать случайностью. Верблюд оказался заложником пиар-компании зоозащитников, которые решили, что в Сибири ему слишком холодно. Хозяевам достало все это, они просто продали нам верблюда, вот и всего лишь. Иннокентий оказался в Раппалово в самый разгар эпидемии коронавируса и теперь, как и все, сидит на карантине. На попечении пяти сотрудников «Велеса», кроме него больше 30 лисиц, 19 медведей, 14 енотов, 8 лосей, 2 африканских льва, десятки безымянных ежей, белок и птиц. Когда волонтеры ушли в самоизоляцию, плана «Б» не было. Реабилитационный центр остался с небольшими накоплениями животных с запасом еды на неделю. У нас примерно где-то всегда недельный запас всего, неделя-полторы. Ну, во-первых, и хранить негде, и портится. Те же фрукты, овощи за неделю, они начинают гнить и портятся. Поэтому тут все зависит, наверное, от населения. Вот сколько у населения хватит денег нам помогать, столько мы и протянем. И они не единственные. Многие приюты и центры спасения животных сейчас, во время изоляции, пытаются пристроить своих питомцев в городские семьи. Только в случае с «Велесом» это невозможно. Собаку можно пристроить в любое место. Куда можно пристроить льва, медведя. У нас нет таких мест, куда их можно поселить. К счастью, хотя бы других новых постояльцев. В этом году меньше обычного. Связано это тоже с карантином. Все те дни, когда в Ленинградской области было запрещено посещение лесов, людей там действительно не было, зверей никто не подкидывал. Так что самое трудное время для «Велеса» настанет, если леса откроют, а волонтерские программы будут все еще под запретом. Юлия Васильева, Даниил Жиронкин, Роман Великосельский, Вести Петербург, из Ленинградской области.